Добрый вечер! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко о главном на сегодня. Верховная Рада Украины признала Россию страной-агрессором и призывает международное сообщество поступить аналогично. Перспективы российского бюджета. Правительство России приняло антикризисный план. 71-е годовщина снятия блокады Ленинграда. В Петербурге сегодня проходят памятные мероприятия. Верховная Рада Украины признала ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Россию страной-агрессором и призывает международное сообщество поступить аналогично. В документе, принятом парламентом, депутаты обращаются к ООН с просьбой исключить из этой организации Российскую Федерацию, а также оказать военно-техническую и материальную помощь Украине. Парламентарий также рекомендует президенту ввести военное положение на территории страны. Украина намерена склонить членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы к решению не возвращать полномочия российской делегации, заявил лидер радикальной партии Олег Лешко. Напомним, сегодня комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила все поправки о лишении делегации Российской Федерации права голоса, сообщил представитель нашей страны, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Окончательное голосование по этому вопросу пройдет завтра. Несмотря на то, что в Парламентской Ассамблее Совета Европы присутствует четкий антироссийский блок, от представителей некоторых делегаций звучат вполне здравые мысли. Давайте не будем забывать, что отделение Донбасса частично связано с решением Верховной Рады обведения единственного государственного языка украинского на всей территории страны от 23 февраля 2014 года. Отныне наша организация должна помочь Украине построить политические мосты с востоком страны. Принцип территориальной целостности Украины будет воплощен только в том случае, если она признает все народы, которые являются ее частью. Правительство России приняло антикризисный план. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, в перспективе предусмотрено сокращение расходов и выход на бездефицитный бюджет к 2017 году. В антикризисном плане записано следующее, что мы будем следовать жесткой бюджетной политике и к 2017 году ставим себе целью обеспечения бездефицитного бюджета. Мы прогнозируем цену на нефть порядка 70 долларов за баррель в 2017 году и при этой цене мы будем иметь сбалансированный бюджет. Первый вице-премьер Игорь Шувалов озвучил сумму, необходимую для реализации правительственного плана – это более триллиона рублей. Все ресурсы, говорят, найдены. Предполагается использовать так называемый антикризисный резерв. Правда, ни один человек из состава Кабинета министров не пояснил, каков в настоящее время резерв в России и откуда взялись эти деньги. Отметим, к примеру, ранее сообщалось, что антикризисный план предусматривает отказ от увеличения пенсии с учетом инфляции. Антикризисный план не внушает доверия и мировым экспертам. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые за 10 лет снизило суверенный рейтинг России до неинвестиционного, так называемого, мусорного уровня. По мнению аналитиков, российская финансовая система слабеет и отток капитала из страны в этом году увеличится. Экономик России твердо стоит на пути, который ведет к рецессии после резкого падения цен на нефть и полномасштабного валютного кризиса, считают эксперты агентства. Сегодня в Польше на территории бывшего концлагеря Освенцим проходят памятные мероприятия. 70 лет назад силами Красной Армии были освобождены узники лагеря смерти. В Освенцим сегодня приехали около 300 бывших узников лагеря из разных стран, в том числе 10 россиян. Они возложили цветы и зажгли поминальные свечи у стены смерти. С осени 1941 года фашисты казнили у этой стены людей. За два года здесь были расстреляны несколько тысяч человек. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель в своей речи на церемонии, посвященной памяти жертв фашистского концлагеря Освенцим, напомнила о том, что узников 27 января 1945 года освободили именно советские войска. Памятные мероприятия сегодня проходят и в Санкт-Петербурге. Там отмечают 71-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В мероприятиях, посвященных этой дате, приняли участие активисты и сторонники КПРФ. Коммунисты, комсомольцы и пионеры посетили ряд исторических мест, в их числе мемориальный комплекс «Невский пятачок», музей диорама «Прорыв блокады Ленинграда» и мемориал у рабочего поселка номер 5. К монументам и братским могилам были возложены цветы в память о защитниках города. А накануне, в преддверии годовщины снятия блокады, в городе прошла масштабная реконструкция событий Великой Отечественной войны. Бегущие в атаку бойцы Красной Армии, настоящая военная техника времен Второй мировой – все это создавало реалистичную картину освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В исторической реконструкции приняли участие сотни человек. Таковы, на наш взгляд, главные темы дня. Всего вам доброго и до встречи!